Ребят, короче, я еду в милицейской машине на полной скорости, и водитель наш бьет балтику-семерку. Это так принято, да? Друзья, вы не поверите, с какими людьми я еду. Я вот остановил милицейскую машину, и это начальник местного ГАИ, верно? Да, начальник местного... Как вас зовут? Ишкашимский. Так, начальник местной таможни, Шурик. Начальник госнаркоконтроля, верно? Где дешевле наркотиков купить здесь? В Афганистане. В Афганистане? Ты знаешь, где? Вопрос у меня. Почему семерка, а не девятка? Девятка же крепче. Балтика девять крепче. Нет? Нет? А, хорошо. Хорошо, давай пять. Поехали дальше. Отличная машина, мне очень нравится ехать. Просто кушать семерку за рулем, наверное, по бесконтракте вот на таком вот. Вот на таком. Надеюсь, мы доедем. Привет, друзья. Меня зовут Миша Ройнкенен. Вы смотрите поехавший тревел-блог, который сегодня остался без своей прекрасной соведущей Насте. Она отказалась идти со мной в Афганистан. Ну, ладно. Вообще, Афганистаном принято пугать встреченные мною здесь, но по мере немцы или американцы, когда узнавали, что я иду в Афганистан, делали вот так вот. Как тут недавно заметили в комментариях, я чумной блогер и мне плевать на опасность, поэтому сейчас я вам покажу, так ли страшен Афганистан, как его молюют. Поехали. Подхожу к пограничному переходу между Таджикистаном и Афганистаном. Вот он перед вами. И фишка его в том, что он находится посреди ничего. То есть здесь вообще ничего нет рядом. Ну вот совсем. Ближайшие 5 километров пусты в обе стороны. Вон там вот видно флаг Таджикистана. Вон он. И вот уже, вон там вот, Афганистан. Границей служит речка Пянш. Вот она протекает. Она служит границей Таджикистана и Афганистана более чем 1000 километров. Ну что ж, пойдемте попробуем перейти. Кстати, обязательно посмотрите прошлый мой ролик, в котором я рассказываю, как получил визу в Афганистан. Судя по отзывам, это единственный способ для русских получить визу туда. Два мужчина, да, везде. Все русские? Да. Ждать? Ждем чего-то? А где здесь вход вообще? Здесь? А когда закрывается переход? Сотой двойда. Когда? Двойда. Чуть-чуть знаю стадический язык, да? Я вообще не знаю. 14? Нет. Или 15? 15. 15 часов. Перешел границу. На таджикской стороне пришлось ждать больше часа, пока вообще кто-нибудь придет туда. Солдатик несколько раз по рации вызывал, что типа сюда приехал турист, то есть сюда приехал турист. И только через час кто-то соизволил выйти, так не спеша в развалочку, двое в штатском, двое в военном, вот вы сейчас видите эти кадры, не спеша они подошли ко мне и рассказали, что через этот пропускной пункт проходит всего несколько человек в неделю. Поэтому они вообще не привыкли работать. Ну, пропустили меня. И дальше я пошел к афганцам. Вот. Оказалось, что афганский пункт пропуска сегодня работает до 12, а я уже больше 9 часов. А я хотел уехать сегодня, завтра, в пятницу. Они не работают, пятница священный день для мусульман. Но я их долго уговаривал, они согласились сегодня поработать до трех. Поэтому я сейчас еду в город Ишкашим, откуда сделаю по-быстрому репортажик о жизни Афганистана и вернусь к трем часам, постараюсь. Что интересно, в паспорт они мне поставили сразу два штампа и на въезд, и на выезд, потому что в три часа уже штамповщик работать не будет. Еще ко мне приставили гида сразу же. В общем, я от него избавлюсь, надеюсь. Нафиг мне гид здесь нужен. Тем более он наверняка из госбезопасности какой-нибудь. Поехали в Ишкашим. Короче, меня поймал вот этот парень на улице и привел к каким-то парням другим, которые сидят на стульях. И не понимаю, что они хотят. Вообще не понимаю, что происходит, но вон там вот бродит еще один парень с автоматом каким-то. Я должен зарегистрироваться здесь, хотя я буду здесь всего шесть часов, но тем не менее. Здесь еще сидят парни на стульях. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. И мы идем куда-то. Здесь вообще никого нету. Ох. I don't have time. I will go to... For five minutes. For five minutes? Окей. Короче, я не понимаю, что здесь происходит. То есть я понимаю, но мне это не очень нравится. Мой паспорт взяли. Салам алейкум. И тут такой большой талмуд. Меня забрали фотографии. И там фотографии всех, кто сюда приезжает. Смотрите. Видите? Вон они. Офигеть. Вот это контроль. Прям с фотками. Ладно, надеюсь, меня сейчас быстро зарегистрируют. И я пойду снимать про Афганистан. Да? Да. У тебя красивые волосы, как франчный актер. Мой волосы, как я не знаю. Серьезно? Спасибо. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Шакхарт говорит о мне, да? Да, да. И он сказал, что я хочу? Он сказал, что для меня не знаю, когда я буду. Мне дали такую бумажку. Регистрацию. Регистрация в иностранную. Иностранная регистрационная карта. Министерство. Я не знаю, какое слово переводится следующее. Ну, ладно. И парень забрал мой паспорт. И не отдает его. Вот. Ты хочешь с моим паспортом? Да. Ты копируешь мой паспорт. А, копии? Да. Копии я даю здесь. Ага. После, я даю паспорт тебе. Короче, нужно сделать еще копию моего паспорта. И все. Я надеюсь, от меня отстанут, и я смогу наконец-то поснимать что-то нормальное. Итак, я пришел на афганский базар. В городе Ишкашиме. Вот, что он собой представляет. Салам алейкум. Это улица с двух сторон. Широкая улица достаточно. Вымощенная ничем. Хотя тут раньше, судя по всему, таки была щебенка. Не щебенка, а... Ну, вы поняли о чем. Я забыл слово просто. Такое со мной случается. Мощенка. Вот, мощеная. Мощеная дорога была когда-то. Но сейчас это скорее грунтовка обычная. С двух сторон. Находятся всякие лавки. Ходят женщины в паранже. Кстати, если снять женщину в паранже, то она имеет право кинуть в тебя камнем. По исламским законам. Здравствуйте. Hello. По исламским законам женщину, которую снимают на видео или на фото, она может кинуть камнем в человека, который это делает. Со мной такое уже случалось в Йемене. Какие деньги изменят? Где нормальный курс? Нормальный курс? Где нормальный курс? Это плохой курс? Да, очень плохой. Это секс. Это плохой курс? Да. Окей, где другие деньги изменят? Пожалуйста, давайте посмотрим. Окей. Меня тут хотят с курса немного нахерить. А вот мой гид, собственно. Познакомьтесь. Модные в пиджачке, посмотрите. Красавец. Ладно, меняю деньги тогда. Я поменял бабло по грабительскому курсу. Нашему гиду 500 афганей. И говорю ему пока. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Все. Отвязался от гида. Сказал ему, что мне нужен русский гид. Салам алейкум. Ну и все. Иду гулять по Афганистану. Ну что ж, сейчас пройдемся по лавочкам с вами. Посмотрим, что здесь продают. Как продают. И я хочу купить национальную шапку. Я везде практически, где бываю, покупаю национальные шапки. Мне это очень нравится. О, фрукты. О, фрукты. Фрукты. Салам алейкум. Арбузики. Бананчики. Салам алейкум. Вот такая вот лавочка. Can I go? Сейчас зайдем в нее. Опа, а это что такое? Это похоже на какую-то афганскую колу. Очень странно. Но выглядит она, бутылка, как у колы, но цвет совсем не как у колы. А это кола? Что это? Фанта? Это фанта. Посмотрите, это фанта в бутылке из-под колы. Я не знаю, что это такое, как это вообще назвать. Не написано. А, все понятно, это подделка. Чат кола. Оригинал. Дринк. Спасибо. Спасибо. В общем, рынок, достаточно обычный арабский рынок. Такой же я видел в большой, дальней провинции Судана. Сейчас я хочу купить шапочку. Ого, какой материал, смотрите, красивый. Переливается весь. А вот и шапочка. Вот и шапочка. Вот и шапочка. Это и это. Два. Два. Да, два. Два. Два, один, один. Один, один. Нет, 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 я хочу... Попробуй. Попробуй. Ого, он натянул ее на коленку, смотрите. Смотрите, он натянул ее на коленку. И что-то с ней делает. Не очень понятное. Меня зовут Саддам Афган. Его зовут Саддам. Саддам Афган. Он имеет лучшие головы. Да, он лучший человек. Он имеет лучшие головы. Афган Талибан. Талибан? Талибан. Это Талибан. Талибан color. Талибан color. А я буду сейчас носить шапку с цветом Талибана террористической организации. Отлично, отлично. Так, друзья, в общем, вот шапка. Мне ее сделали. Я буду носить. Как вам, друзья, взять эту или, может, другую попробовать? Афганистан color. Дай мне следующий. Что это цвет? Талибан 2? Нет, это Афганистан color. Афганистан color. Афганистан color, да. Да, вот это Афганистан. Я вообще на самом деле не очень вижу, чем... Не очень понимаю, чем мне отличаются эти два цвета. А, есть, да, я вижу, вижу. Заломит он мне, интересно, цену или нет. For friends. Афганистан. 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 Да. 500 Афганистан. Какое? 1000. 200. 200. Да. 2700. Хорошо? Поговори с ним. Я говорю с ним. Это очень дорого. И это время для Афганистана. Да, но... Шиш, что я делаю. Нет проблем. 600. 600. 600 за 2? Да, да. 600. 300. 300. 300. 600. 600. Как он лихо скинул с 1000 до 600, хотя я хотел 700, вы слышали. Отличная торговля, мне она очень нравится. Ну как вам, друзья? В общем, я беру обе, и эти обе шапки... Иди сюда. Эти обе шапки я разыгрываю. Я разыгрываю, друзья. Вам нужно подписаться на мой канал. Подписаться на мой инстаграм. Здесь будет его адрес. И в инстаграме в личку написать. Хочу шапку. И через неделю я выберу двух победителей, которым отправлю эту шапку в любую точку мира. Шапку из Афганистана. На самом деле. Спасибо. Мы поняли, что делать нужно. Спасибо. 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 Так, парень, что-то прода... О, смотрите, он продает российский... Это из России? Да. Да. Смотрите, без ГМО написано. Без ГМО, витамин Е, подсолнечное масло. Здесь 46, Россия. Салатая семечка экспортирует подсолнечное масло в Афганистан. Офигеть. Офигеть. Без ГМО или плохое? Да. Без ГМО. 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 Объяснение. Другая идея? Да. Да. Дедуля говорит, что он... Я Маджахед. Да. Ох. 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 Это Руссия? Это Руссия? Ох. 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 Да. В общем, этого мужчину ранило... Он был Маджахедом, он воевал против русских, и его ранило... Его ранило, когда он... Спасибо. Когда он был в боевых действиях. Очень жалко. Руссия. Он был честный. Великий Руссия. Какой-то... Великий Руссия? Великий Руссия? Руссия! Так, друзья, сейчас Раим... Раим Ишкашим. Раим Ишкашим. Раим Ишкашим научит вас натягивать вот эту штуку. Она называется Кло. Кло называется. Натягивать ее на коленку. Приступаем. Солдат афганской армии Раим Ишкашим Раим Ишкашим И Айдарбек Вахан Вот, сейчас они вдвоем научат нас Нас как правильно нужно натягивать кло Вот, натягиваем на коленки, натянули И дальше, дальше на голове Начинаем на коленке А продолжаем на голове Ибрагим Вахан Окей, окей Айдарбек Вахан Раим Ибрахим Раим Ишкашим И Мика Ронканен Оставайтесь на связи Мальчик Хаваю Хаваю Друзья, времени очень мало, граница очень скоро закрывается Поэтому я уезжаю из Ишкашима Я хочу заехать в Кишлак В Кишлак такой, в котором живут обычные афганцы Из провинции Хотя здесь везде провинция Поэтому мы сейчас берем такси С моим новым гидом Который оказался гораздо лучше прошлого Он абсолютно не мешает мне, не навязывается Саляму алейкум Очень мне нравится Вот, идем туда На стоянку такси Берем такси И едем в Кишлак Я покажу вам, как живут настоящие афганцы Поехали Как живут афганские крестьяне Сейчас узнаем Потому что мы с вами приехали в Кишлак Так называется деревня в Средней Азии Это мусульм джамаат хана Для молитвы Для молитвы Это что-то типа часовня Для служения, для молитв Как вы? Субтитры создавал DimaTorzok Маленькие одноэтажные домики Повсюду бегают дети и животные Привет, how are you? Куда оно бегает? Hello Здравствуй Кай Девочка никогда не видела иностранца, наверное А может и видела Очень довольна Саламу алейкум Что такое? Water? А, баночку показывает мне Я не знаю, что она хочет Ого, сколько здесь детей, смотрите Какое количество детей И телята, и дети Саламу алейкум Всем очень интересно, что же я здесь забыл Смотрите, какая милая девочка с веснушками Смотрит прям в камеру Все, идем смотреть кишлак дальше Где-то вдалеке орет мул Вот, мужчины что-то делают здесь Строят Саламу алейкум Саламу алейкум Саламу алейкум Тут было разрушенное строение Сейчас делают новое Какие молодцы, смотрите Киркой работают Как шахтеры Настоящая кирка Лопаты И какая-то лопата, привязанная к веревке Интересно, зачем лопату привязать к веревке А, вот, смотрите, смотрите Так гораздо проще копать Ну это просто гениально Я нигде раньше не видел такого Гуд, гуд, гуд Так, теперь мы пойдем внутрь Внутрь, в домик Все улыбаются, все дружелюбные Сейчас мы посмотрим, как живут крестьяне внутри Внутри домов Что у них там Саламу алейкум Саламу алейкум Как ты? Вот здесь небольшой огородик, смотрите Спахан Саламу алейкум Саламу алейкум Мы идем в дом Вот к этому парню Вот к этому парню Его зовут Кадам 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 Вот крестьянин в кишлаке С семьей с 12 человек В Афганистане О, снова дети Саламу алейкум Саламу алейкум Саламу алейкум Саламу алейкум Красивые ребята На самом деле они красивые Посмотрите Они красивые То есть это Ну настоящая красота Вот в Таджикистане Мне не очень нравится Вид людей Их внешность Они хорошие Отличные Несомненно Но они Их сложно назвать красивыми Возможно По азиатским меркам Каким-то Да Но вот Вот здесь ребята Действительно Они красивые И меня это прет Это очень круто Друзья Мы пришли В дом Кадама Он ушел вперед И что-то там кричит Видимо распоряжается Чтоб кровать заправили Или посуду помыли Я не знаю Вообще Мой приезд сюда Это очень большое событие Вы уже видели Что Буквально Весь Кишлак Выскочил Выскочил на улицу Меня встречать Ага Маленькие Маленькие дверцы Очень низкие Здесь Маленький внутренний дворик И мы входим внутрь Вот он кишлак Посмотрите Как красиво Одно окно Одно окно В потолке Вон оно И Это весь свет Который здесь есть Здесь нет электричества Здесь нет ничего Вот небольшой склад Дров Это для огня? Да Это для огня Для огня И Детей Вот здесь Вот место Для огня Вот здесь Жарят Варят Кипятят Воду И весь пар Потом Вот это окно И выходит Стоит множество Множество посуды В основном Это почему-то Почему-то Чайники Чайники Вон Канистры 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 Хозяйка Какой-то Ковер И здесь Спят 12 человек И И здесь же Они едят И здесь же Они спят И Блин Ух ты Они закопченные Все Они все Закопченные Они все Черные Просто От того Что здесь Блин Офигеть Правда На руку Почему-то На руке Не остается Следов Но здесь Все черное Все Закопченное Вы только Посмотрите И Что это А А вот Эта штука Чтобы Ей можно Закрыть крышу Вот так Вот Ага Да Вон Круто Ху Спасибо Вы Ух 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 Друзья Вы все Видели Сами Это Потрясающе Это Потрясающе Но у меня Остается Слишком Мало Времени Поэтому Я Выезжаю К Границе Поехали Границе Да Я просто В таком шоке Это настолько Прекрасно Это настолько Замечательно Приезжайте В Афганистан Обязательно Здесь Безопасно Там где нет Талибана Короче Мне поставили Уже штаб На выезд Из Афгана Афганские Погранцы На Пограничном Пункте В Дагестане Никого нету Типа Водозакрыт На Афганском Редактор Редактор К Русские 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 Как дела? Нормально? Хорошо? Да Как дела? Нормально? Хорошо? Все хорошо Только Нету Никого Все Я вернулся назад Вот за этой дверью должна быть Настя Посмотрим ждала она меня или нет Здравствуй Настя Ооо ты вернулся наконец-то Да Да Вот Настя меня ждала Это радует Садись Я буду тебе рассказывать Ну как Что происходило? Вы все видели Она еще ничего не знает И ведь ей не объяснить Что Афганистан На самом деле Оказался более безопасным Чем моя дорога к нему Вы помните С этими Полицейскими Да? Что было? Ладно Друзья Вы помните о розыгрыше шапок О розыгрыше шапок Для этого вам нужно подписаться На мой канал Да Это Афганская шапка национальная Видите Вот ее носила Настя Теперь она Гораздо более ценная Чем была Смех Подписаться на мой канал На ютубе И на мой инстаграм А еще можете подписаться На Настя Инстаграм Но это опционально Но она очень крутая И поэтому стоит Вот здесь его адрес Пока Увидим Мир вместе Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова